Итак, давайте определимся сразу. Это либо первая, либо единственная серия про типа креативное использование лупов. Так что, если вам эта тема нравится, то не стесняйтесь проявлять свою активность в виде лайков и комментариев прямо под этим видео. Ну а все лупы, которые я использовал в сегодняшнем видео, уже лежат в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. Так что переходите, скачивайте лупы и обязательно, обязательно подпишитесь на мой телеграм. Ну и привет! Сегодняшнее креативное использование лупов заключается в не просто юзании одного лупа, а целой пачке разнообразных лупов. И поэтому мы идем на луперман, чтобы их поискать. Итак, я хочу тональность, пусть будет фа минор, и основной инструмент это будет гитара электрическая. Вот так звучит наш первый луп. Электрогитара без обработок, очень простая мелодия, нам подходит. Вторая мелодия, это уже ритм гитары. Тут другой темп, но нас это вообще не беспокоит. Раз уж мы используем лупы, то почему бы не воспользоваться несколькими вокс-лупами? Потому что вокс-лупы это очень круто, и я не один так думаю. Потому что вот хороший вокс-луп, у него 1400 скачиваний. И вот второй вокс-луп, который мы используем, у него больше 2000 скачиваний. Так что подумайте 10 раз, прежде чем использовать их как основные звуки, они могут быть уже заезженными. Ну и в качестве финального звука я решил использовать вот этот пэт. Он сомнительный, но я придумал одно прикольное использование для него. Так что в FL-очку. Очень красивое сочетание, мне уже нравится. 101 ударов в минуту наш темп на сегодня, потому что эти единички звучат невероятно атмосферно. Теперь во всех сэмплах в моде выставим обязательно стретч и подгоним их под нашу продолжительность. Стало ли лучше, когда они все в одном темпе? По-моему нет. Окей, давайте займемся сначала вот этой гитарой и вот этой гитарой. Они более-менее не сочетаются, но я хочу, чтобы вот эта гитара была как бы подыгрывающей. Поэтому давайте возьмем лезвие. Она будет играть у нас, допустим, раз в два такта. Типа вот так вот. И, например, вот так вот. Мне так нравится. Только, естественно, включаем, естественно, сразу же declicking mode. Generic везде-везде. И еще вот этой гитаре мы можем сделать вот сюда нажать. Automate Volume, чтобы она вообще выходящей была, типа, практически как FX. Так, вот этот берем клип автоматизации. Немножко его растянем. Как-то вот так, вот так. И вот так. И как-то вот так. Лишнее обрежем. Еще мы можем, чтобы еще больше воздуха было, вот в тех местах, где играет наша ритм-гитарка, вот эту гитарку отключить. Берем вот этот инструмент и просто тык-тык-тык-тык. А вот этот голос я хочу использовать в качестве второго основного инструмента. То есть, по факту, они с гитарой не будут пересекаться. Это нужно, чтобы у нас была вот обвязка из маленьких кусочков одинаковая. Но, типа, основы разные. И поэтому они будут родственными. Но при этом, как бы, звучать контраст. Вот этот лук в голосовой будет у нас, опять же, частью обвязки. Так что берем лезвие и вырезаем вот этот кусок. Он будет звучать у нас между гитарными партами. И потом вот здесь. И теперь вот этот самый пэт. Вот так вот он звучит, по-моему, не очень. И я пришел к тому, что лучше всего поднять его на целую октаву вверх. Но еще и развернуть. И получается вот это начало его, то есть после реверса конец, поставить в начало каждых четырех тактов. Вот так вот, вот так вот. И мы тоже поставим Declicking Mode Generic. Уже звучит круто, но, по-моему, здесь не хватает целой пачки и сотни эффектов. К сожалению, у FL Studio всего лишь 10 сладов под эффекты. Но у нас есть сенды. Ну и раз уж ты досмотрел до этого места, то, скорее всего, тебя это видео чем-то зацепило. Так что предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал. Это совершенно не сложно. Если ты на компьютере, просто пролистни видео чуть вниз и нажми кнопочку подписаться. А на телефоне просто из горизонтального режима переведи вертикальный и нажми подписаться. Тогда ты будешь получать уведомления о моих новых видео. А мне от этого станет очень приятно. Так что предлагаю тебе сделать это прямо сейчас. Сделай это. Ну же. Ну и еще один звук я хотел бы прописать сам. Мы возьмем для этого пигменты от Arturia. И один звучок мне нравится. Keys Car Splash. Да, вот он. Этот звук практически Sign Bell. И будет играть он у нас что-то типа аккорда. Ну, точнее, с трам по аккорду. Фа минор, потому что это наша тональность. Выдеряем все. Жмем Alt-S и... Вот с такими настройками с трам мы оставляем. И он будет играть еще буквально пару ноток. Типа... И займемся обработкой основной гитары. Первым на нее ляжет Tape Mellow 5 плагин от Arturia. Как и пигменты, как и моя меди-клавиатура. Нужно побольше использовать их плагинов, а то они давно мне ничего не присылали. Окей. Драйв как-то вот так. Убавляем шум, убавляем этот шум. Чтобы сразу как бы задать атмосферу вот этого всего. Типа флаттер и перегруз. Это наше все. Даже можно драйвать чуть больше. Нам не нужно, чтобы он был постоянно перегружен. Типа вот так вот. Это лишнее. Нам нужно, чтобы он иногда как бы уходил в перегруз. Вот как-то вот такого эффекта я хочу добиться в первую очередь. И после него поставим эко-бой. Чтобы все вообще летало и было очень красиво. Естественно ставим пинг-понг. Лоу-кат, хай-кат задираем, чтобы все обрезать. И фидбэка, как в последний раз, крутим. К слову, я надеюсь это не будет последним разом. Подпишитесь на мой телеграмм на всякий случай. Вот как-то так. Лоу-ката чуть побольше. И микс в районе типа 30%. И чтобы все еще сильнее дрожало и выебовало. Допустим, что так можно. Я ставлю M-Rotary и кручу наполовину. Когда он добавляет просто немножечко своего вот этого движения. По-моему идеально. И резко начинаем презирать эквалайзеры. И ставим A1 стереоконтрол просто, чтобы немножко срезать низкие частоты в сайде. Если вы смотрите на телефоне, вы вообще не поняли, что сейчас произошло. Потому что ничего не изменилось. А вторым по количеству обработок у нас будет вот этот плаг. На него в первую очередь вешаем, да все то же самое. Также тейп Mellow Fire прям перетаскиваем на него. Потом следом перетаскиваем Eco Boy. Только будет пара отличий. На Mellow Fire драйва на максимум. А на Eco Boy просто чуть поменьше фидбэка. Потому что в качестве дилея мы будем использовать немного другую штуку. Это Portal. Я возьму свой любимый пресет. Crystalize. Та-та-та. Че-то такое. Он в разделе дилей находится на втором месте. Вот. Только надо немножко драйв-эт убавить. По факту это какой-то очень большой красивый дилей с каким-то пространством и поднятым на октаву хвостом. Мне очень нравится, как это звучит. И поскольку этот звук будет практически FX. Он не будет играть постоянно. Мы повесим на него Shimmer. Пресет Concert Hall. И микс типа... Нет, дофига. Чуть-чуть буквально. Так нормально. После этого можно повесить эквалайзер. Как-то вот так. А на нашу вторую гитару мы повесим Tremulator. С дептом половинчатым. Да. Окей. Окей. Мне нравится. И Valhalla Vintage Work. С около стандартным пресетом. Только давайте как-то микс типа процентов 10. Да, типа чтобы немножко пространства появилось, но его не было слишком много. И чуть-чуть вот прямо вот тут вот подрежем вниз. А вот на этот голос мы повесим A1 Stereo Control. Чтобы немножко спандромировать его вправо. И точно так же отпилить лишний бас в сайде, потому что он там есть. И с гитарой прямо так перетащим Valhalla на голос. Так же, чтобы немножко появилось пространство. Единственное, что у нас осталось, это вот этот голос. И единственное, что я на него повешу, это Pro Q3. И 300 Гц район немножко подрежу. Потому что если не подрезать, ничего не заиграет. Вот сами слушайте. Я подрезал. Звучит нормально, правда? А вот я не подрезал. Ну и давайте соберем все инструменты в группу R2Z Track Only. И на этой группе у нас будет сатуратор в виде Сатурна. Давайте к линтюбе. И еще всю группу можно немножко расширить озоном. Также в район 200 Гц не трогаем. Создаем где-нибудь тут пару бендов. Чуть-чуть стереоайза. Широковато. В самый раз. Когда у нас появляется вот такая вот фигня отдельно на группе инструментов, в целом с этим жить можно. То есть это типа вычитание фазы, вот это все. Главное, чтобы этого не было на мастере. А вообще делайте, что хотите. Эта музыка тут не отправил. Давайте продублируем сюда нашу гитарку. И повесим на нее еще стандартный дистрактор. В нем мы оставим только фильтр. И правой кнопкой мышки на него Create Automation Clip. Чтобы вот в этом месте у нас просто дико лоупесилась гитара, но полностью не пропадала. Чтобы от нее немножко основы было. Вроде бы как-то как-то звучит, но мы поймем, работает это или нет. Только когда добавим ударные басы. И сейчас прямо этим и займемся. Ну и давайте добавим основной басок. Я возьму его из серума. Вот этот мой любимый звук. Чуть-чуть его поднастроим. Вот так, отлично. Вот так, на октаву ниже хорошо звучит. Ну и пришло время добавить биток. На нем я сильно долго акцентировать внимания не буду. Просто о нем расскажу потом. В этот раз KICK я насинтезировал сам. Вот он, Garf Pro KICK 4. Звучит вот так. Мне нравится, как он звучит. И по-моему для этого пята это идеальный вариант. Если хотите, напишите в комментариях. И я в телеге этот пресет, который насинтезировал для плагина KICK 2, выложу. В остальном все ударные либо из АОМа, либо из Майка Жары. Мне кажется, самая интересная часть это хэты, у которых я включил стретч и просто сыграл их на несколько полутонов ниже. Вот такую партию. Почти все ускоряшки на одной трети, они все почти направлены по велосите вниз. И им подыгрывает вот эти хай-хеты, которые играют еще ниже. И поэтому мы можем некоторые звуки вот здесь вот убирать, то есть оставлять пустые места. И вот этот хэт, который нижний, он как бы ритм этот заполнит, не даст ему споткнуться самому об себя. Теперь я сброшу все это на микшер, накину Saturn на группу и на этом остановлюсь. Казалось бы, на этом можно было остановиться, но у меня для вас есть еще пара прикольчиков. На Лупермане есть не только мелодические лупы, но еще и перкуссионные. Вот на Априкашн только нужно здесь вместо ки поставить Any key, потому что они как бы не тональные, иначе вы просто ничего не найдете. Естественно, я уже выбрал вот это. И вот такой вот типичный обычный шейкер. Сейчас мы это все докинем в проект. Оба лупа подстраиваем под наш темп, тоже таймом, только я оставлю в моде ресепс. Темпл, чтобы они стали чуть-чуть пониже и как следствие атмосфернее. Это ведь так работает. И если шейкер по ритму нормально сходится с нашим бетом, этот мне не очень нравится. Сейчас давайте его покромсаем, я просто возьму лезвие. Вот этот мне кусок не нравится, так что вот так. Он совпадет с нашим снэром. И вот эта часть мне тоже не нравится, так что просто... Вот так сделаем. Вот, по-моему, на такой громкости они создают приятное заполнение в бете, но при этом не выбиваются на передний план. Теперь можно пару прикольчиков со структуркой сделать. Например, давайте сделаем вот так вот. Все отпилим до снэра. Возьмем мьютилку и все замьютим, кроме вот этого нашего летающего звука. Мне так нравится. Вот такие приколы обожаю делать. Еще, еще мы можем взять сюда наш крэш. Сделаем его на 800 центов ниже. Реверсим. И здесь у нас будет вторая часть, где уже будет играть. 808 бас и Vox Loop. Еще я хочу сделать один ритмический прикольчик. Давайте полтакта отрезаем. Вот это все сократим до одного удара. Вот это уберем. Это замьютим. И это тоже замьютим. Возьмем наш голосовой сэмпл. Режем его пополам. И нужно в De-Clicking Mode, конечно, поставить Generic. Отлично. Вот так. И попробуем так. Звучать это будет. Мне нравится. Я такие штучки очень люблю делать. Ну и перед тем, как займемся мастером, давайте сделаем бриджик еще. Уберем вот это все. Кроме вот этих низких хай-хетов. Вместо 808 снова поставим Serum Bass. Самое главное, что мы сделаем. Мы возьмем наш голосовой сэмпл. За Make Unitech его. И его клон поднимем на октаву. Но мы нажмем сюда. Выберем Automate. И сделаем Volume. И потом снова начинается вот эта часть. И звучать это все будет. По-моему, прикольно. Теперь давайте закинем на мастер уже Озон. Ну и на Озоне, как обычно, Gentle View, потом Gentle Tape. И вот на Максимайзере вот такие вот настроечки, которые вы прямо сейчас видите. И в общем-то ничего сложного. Всего лишь 7 лупов, да. Всего лишь 7 лупов и простенькой ударочкой получаем довольно неплохой биток, который в немного доработанном виде вы сможете послушать ВКонтакте, в Телеграме и на Саундклауде. Все ссылки в описании. А если этот ролик вам понравился, или если этот биток вам понравился, то смело ставьте полностью заслуженный лайк прямо под этим роликом. И напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И как я уже говорил, если это видео или биток вам понравились, то смело ставьте лайк. Это помогает продвигать видео на ютюбе, пока это еще возможно. И просто делает мне приятно. Ну и конечно же, подпишитесь на канал. Потому что если это видео вам понравилось, другие видео понравятся точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. И я уже жду вас в следующем видео. Продолжение следует...